Всех приветствую друзья на связи Данки в этом видео покажу бой где играл против топчиков противники 22 23 ранга я 18 ранга напарник у меня лорд 23 ранг ну в целом получается что я должен играть против игрока который на 4 ранга выше меня ну посмотрим что это выйдет как мы играли как тащили пропустим первые там 15 секунд развертки здесь меня видите пехотинцы склеились с этой казармой пехотинец мне должен был бежать сюда но что-то он задумался что-то пошло в общем не так и во время движения их пришлось расклеивать одного штурмника отправил сюда подбираю здесь два контейнера лорд тем временем забегает на центр карты тоже в поисках контейнеров один все же контейнер разбирает сопротивлениц а я помню что на этой карте находится обычно вот здесь контейнер про которые мало кто знает видимо сопротивлениц не стал его искать я выбираю в итоге здесь один контейнер и подобрал и здесь 34 контейнера по земле вот еще здесь 5 под базой лорда видим что сопротивленский стрелок бежит сюда и поэтому шел что лучше возьму контейнер потому что не вижу чтобы лорд чем-то смог забрать данный ящик ну видимо он больше контроль отдал для сбора ресурсов по земле в центре куча стрелков бегает по нашим базам уничтожить мы пока ничем не можем лорд выходит в море не в развертку все же больше он отдал микроконтроль для сбора ресурсов то у меня опять снабжение стоит отстраиваю бункер 1 2 так как противники с премиум играют они понимают против кого они играют они будут используем золотые бусты и они же будут стараться найти слабое звено и быстро его уничтожить вдвоем обычная практика как обычно делают игроки если играет против сильных оппонентов но один из них меньше ранга просто давит самого слабого так как его защита будет слабее лорд отправляет через вот этот подъемчик своего разведчика я даже не пытаюсь разведать базу своего оппонента все чем дальше не побежал с этой стороны наверно тоже опять же логика движения юнитов подвела я думал час он здесь побежит а он побежал обратно через стрелка но в целом он разведал красную базу здесь штаб третьего уровня 5 центра снабжения в море никто не вышел что очень странно для сопротивления здесь я перехватываю койота ну лорда разведали койота моя видел подготовился потому что не пропустить его в итоге бункер три штурмовика его уничтожают в общем лошад правил для разведки крепость уничтожает ей пвошку пытается играет он на такой тактике играет на третьем уровне штабом зевсы вертексы грады тайфуны такая связка юнитов и достаточно эффективно получается на самом деле вот сейчас он еще использует свои две дельты которые он использовал для сбора ресурсов как видим они уничтожают тут какое-то здание не успел посмотреть какое именно здание было уничтожает дикобраза ну и в целом они все же частично окупили пвошка почти добита у нее остается там 10 процентов жизни это очень мало вертекс есть он уже пытается долететь уничтожить что он будет уничтожать я не знаю уничтожать завод который улучшается до третьего уровня делал то это через колечки всеми знакомыми да правда я бы наверно долетел бы уничтожил пвошку желтую пока она еле живая а потом уже начал уничтожать заводы потому что есть вроде пока что ничего не мешает для уничтожения завода мешает только топлива здесь что второй вертекс который может быть подключить для добивания завода выходит первый дикобраз точнее первого же неизвестно какой дикобраз нам 2 что 1 уничтожили дельты в общем видите игрок он играет очень агрессивно у него все юниты которые используют используются на сто процентов у него была пехота там взял крепость разведал обе базы с помощью нее он после сбора ресурсов на море сохранил две дельты напал на базу противника затормозил его скорость развития тот начал пытаться выходить там быстрого ягуары до кречетов вообще мысли нету вот уничтожил еще какое-то здание и пока противник пытался отбить дельты уже прилетает вертекс и уничтожают завод третьего уровня игрок красного цвета потратил на этот завод тысячу с чем-то ресурсов и на дикобраза 180 в общем просто огромные потери по ресурсам красный игрок выбывает из игры это позволяет нам пока что жить я использую вертекса для разведки видим что стоят снайперские вышки желтые ягуары на базе центр снабжения шесть штук пока что видно седьмая они не играют какой-то быстро атаки они играют в развитии что не очень хорошо для меня то что мои зевсы 18 ранга могут они справиться и с ягуарами 21 ранг а тут 22 и 23 ранки это сложно напарник выходит в четвертый уровень штаба выходит до градов выходит до зевсов второй завод зевсов будет но и вертекс на подхвате для разведки мы без команд каких-либо управляемся на разведку базы я смотрю желтую базу лорд смотрит красную мы понимаем чем и как будут играть теперь сопротивленцы кстати да в море все же уходил желтый игрок просто я до этого момента не видел да и видим что они застроились дикобразными пв-шками и выходит в четвертый уровень штаба 1 в егэхам 2 пока что еще нет целого вертекса потерял так как у меня закончил с топливом зря атаковал снайперскую вышку вот здесь не успел восстановить топливо до фула и в итоге не успел по краю улететь мне закончил с топлива где-то вот здесь и видите вертекс полетел прямо через пв-шки и в итоге был сбит вот лорд также еще выходит до торов дополнительно аэродром достраивается для этого дела сколько у него еще центр снабжения четыре пять шесть семь снимите центр снабжения он успевает и в зеса щит выйти и еще в торов но неплохо на холм пеха воткни да надо было воткнуть у меня даже кстати были пехи но я что-то не подумал что стоит сделать вроде вертекс мы активно разведываем своих оппонентов пока что нам ничего не угрожает но я просто жадная привычка не отправлять пехоту куда-нибудь просто так потому что когда противники играют через кречиты то эти пехотинцы очень быстро умирает так видим тут на холм заехал 3 дикобраза опять же что маяка потеряли но зато мы теперь понимаем что противник здесь играет через дикобраза я стараюсь выбить оставшиеся здесь два дикобраза тремя вертексами лорд видит это ничего ему говорить не надо он сам же подключается к бою вот здесь слишком рано отмену нажал ну в итоге мы уничтожаем 3 дикобраза с потерю один истребитель мой и считает неплохо здесь стрелок выбежал из леса таких моментах можно подумать что противник собирает всю свою армию в одну единую кучу для того чтобы сделать атаку но здесь на самом деле мне кажется он просто испугался циклона то есть сделал вертолет проверяем кусты возле своей базы расчищаем путь чтобы вертексы могли летать и не попадать сразу же под голд удар воздушный таким образом выигрываем себе какой-то бонус в игре но зевсы стоят у моего напарника я здесь поставил стенку чтобы закрыть проход потому что здесь даже здание никаких нету чтобы подсветить хамелеон который будет ехать ко мне на базу очень печально решил буду принимать с этой стороны всю его армия если пойдет а если пойдет здесь то зевсоград накроет эту часть которая будет скапливаться из-за стенки и у меня получится наверно отбиться от атаки посмотрим что с этого выйдет циклона я вернул на базу так как там дикобразов очень много стало они будут уничтожать все живое все что движется вне базы и поэтому решил что отступить град раскладываем лорд пока что защищает свою базу неизвестно что делать красный игрок но видим появляется хамелеон я играю на третьем уровне штаба у меня щита нету потому что я просто по ресурсам не спорю выйти ну и поэтому поставил тут пять стенок чтобы затормозить своего оппонента торы накрывают уничтожают дикобраза и частичные ягуары вертексы подключается моего напарника они помогают выбить ягуара который не под хамелеоном мои вертексы тоже взлетели старается уничтожить какие-нибудь ягуара но видите сейчас прячется туман но в целом после такой звучки он уже начинает отступать то есть да у меня три зевса есть я пытаюсь ими пострелять по противнику но видим не получается он постоянно отходит назад и у меня зевс просто не достают до его ягуаров вот лорд тем временем сделал армию под щитом отправляется в атаку на красного игрока красного игрока кстати мы еще не видели где-то он здесь катается нет здесь только желтый а где красный игрок пока непонятно красный сидит на базе понятно одну опять же пытается пробить меня желтый игрок нас поддерживает лорд у него тут два зевса светит туман мы стараемся стрелять куда надо но постоянно приходится догонять хамелеон чтобы стрелять именно наносить какой-то урон а не стрелять по краю облака приходится постоянно сближаться в этот момент потом противник раскладывается и получается у меня зевсы по одиночке подходит и умирает ну в общем игрок не стал штурмовать мою базу понял что это достаточно больно ему дается решил раста синий игрок отдал свой микроконтроль в уничтожении от этой базы то давай я пройдусь с этой стороны уничтожим что-нибудь но лорд использует альбатроса тора я точнее для того чтобы защититься но и видим мы тут восемь дикобразов 2 хамелеона а ягуаров то оказывается и нету как видим вертекс больших количествах наносит много урона но и у меня подходит зевса с этой стороны решил отступить лорд потому что ему не хватает зевса для пробития проблема заключается в том что да у него есть армия она может наносить урон но эти три зевса они будут уничтожены до заказом в итоге красного игрока плюс желтый может помогать и это уже заранее обреченная стратегия атаковать меньшим количеством зевс вот если я добавлю свою технику к нему тогда уже можно будет подумать обратно о контратаке отыграя продолжаю на третьем уровне штаба зевс и грады ресурсы есть то есть если снять заказы то я смогу на улучшить все штаты 4 уровня но в таком случае да мы сможем с лордом пробить одного из игроков скорее всего данной армии но с другой стороны а что делать есть противник нападет на меня а у меня армии практически нету поэтому мы не рискуем и все же сначала делаем армию а потом же переходим на следующий уровень штаба и разведка от лорда вертексом у меня уже вертексов нету не стал их делать потому что толку из них не так уж много было больше роль разведчикам аллигаторов нету что хорошо еще один завод ягуаров добавляет желтый игрок но и разведать красную базу у нас не получилось опять же три секса триграда восстановили один слой стенок и отправляю разведчика вижу что желтый игрок опять решил месить меня все не хочет у меня никак отпустить мы срываемся я решил что если желтый игрок атакует меня то и красный наверно подключится как бы ему тут ехать очень недалеко и уж одному отбивать сразу две армии при том что если у меня армия моя основная будет расцелена на лорда и на свою то у меня вряд ли это получится сделать лорд отправляет мне свой щит да видим что красный игрок тоже здесь кооперируется хочет что-то делать ну и у нас получается два отряда ехать в свой полностью отряд и не стал потому что щит стоит на месте лучше буду под щитом но отстреливать по туман вот мы отдаем команду стрелять принудительным огнем один хамелеон скорее всего выбили если там был он сразу видим что включаются остальные лорд бомбит торами теперь мы знаем что в эту точку нет смысла стрелять особо стреляем чуть выше правее тем самым я думаю мы уничтожаем большое количество техники противнику ну и тут уже лорд подходит своей технике начинает накидывать с холма и светят юниты уже пехоты я начинаю принимать атаку сверху уничтожая армию но я даже не могу сказать что уничтожение уничтожая армия честное вообще без понятия стреляя по туманам в задежде что урон я наношу как видим игрок слева начинает отступать правого мы полностью уничтожили и нас очень много мы очень хорошо отстреляли туманы у нас сохранилась армия и можно же подумать о контратаке вот тоже смотрите такой момент ничего говорить никому не надо я вижу куда движется лорд и двигаюсь в эту же сторону здесь правда мне помешал желтый игрок я хотел вместе с лордом отправиться наверх пойти уже наконец-то начать атаку своего оппонента но желтый игрок меня не отпускает поэтому лорд решил наверх отъехать да может он думал что желтый игрок начнет ступать назад и он с этой стороны возьмет и я снизу начну его давить мы просто окружим его армию и уничтожим но как видим желтый игрок оказался проще он просто проезжает в тыл моей базы вертексов нету чтобы уничтожить вот эти отряды потому что я все же делал больше техник улучшая свой штаб до четвертого уровня потому что у меня появилась возможность в него выйти после вот этой хорошей отбитой атаки понимаешь партийник вряд ли что сможет сделать вот но и лорд тоже начинает двигаться оборонять мою базу потому что мне уничтожили завод градов неприятно ну что поделать и видим что за два ягуара и дикобраза начинает уничтожать мне штаб чем делал то нету очень быстро хоть мне штаб улов его на восемнадцатом ранге но очень быстро я его могу потерять вот с этой стороны тут ягуара пытаются устроить диверсию уничтожить лорду аэродром сторами но не получается потому что нет хамелеоном это малочисленные отрядом пытается сделать но видим насколько хп остается у меня штабом я еще градами своими оказывается входа накрыл его немного но это на автомате грады были разложены стреляли по туману которая точнее по туману по юнитам которые были возле штаба вот но в целом опять же отбились правда вот эта атака желтого игрока он уже точно такую же подготовил время у него было и плюс красный игрок успел восстановиться знаете даже скорее всего был тактический маневр чтобы дать им время сделать заново армию иначе бы мы просто продавили сейчас желтого игрока он бы ничего не смог сделать лорд разведают вертексом красного игрока там хамелеона понятно дело встречают вот желтый косячит постоянно заказывания ягуара идут и умирают о чем он думал непонятно ну и мы потихонечку потихонечку начинаем двигаться на базу своих оппонентов которые не бомбили нету воронок снарядов скорее если он не попал дал команду на отмену вот я двигаюсь на холм надо уж наконец-то атаковать своих оппонентов армия у меня 62 кого учитывая что я иду вместе с лордом то я считаю что это армии мне вполне хватит чтобы хоть как-то поддержать щит есть грады есть ну единственное что нету тайфунов но у нас постоянно активная разведка идет своих оппонентов мы знаем что в кречите они пока что еще не вышли а так вы если что я добавил бы два завода спецмашины начал бы быстро 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 делать тайфунов но сейчас решил даже если атака на захлебнется у меня уже будет хотя бы просто три завода зевс тоже очень очень даже полезно то я включаю год разведку чтобы понимать что нас ждет впереди видим хамелеон который здесь включен лорд включает свой щит на базе он занимает оборону ставит ракетной установки выходит до пятого уровня штаба сделал тут не для того чтобы сделать супероружие а для того чтобы увеличить кого сделать больше армию которого будет атаковать это я знаю точно но торы бомбят прям яблочком правда часть ягуаров как как знал сейчас торы будут бомбить и успела сбежать но в целом нашу армию здесь уже не остановить желтый игрок терял большую часть своей армии и один отбиться он здесь от двоих не сможет тем временем красный игрок решил напасть на мою базу разменяться так сказать но знаете размен на самом деле такой себе учитывая что эту армию уже вряд ли что-то сможет уничтожить даже если мы теряем полностью мою базу как бы все равно получается по армии 2 в 1 будет и красному игроку реально будет сложно играть я здесь специально зевса оставил в тылу базы которые у меня остались живы так как не надо будет никакого контроля давать юниты сами светится между зданий и будут получать урон торы вылетают рада но попадают даже один храбрин похоже выбери но все же не до конца но видите у меня 3 зевса вышла с заводом и они начинают отстреливать плюс циклон разведчик я надеялся что вертекса будут моего напарника он видит что я циклона сделал понимать что буду сейчас светить туман и сразу же видите вылетает вверх с которым может наносить урон при этом видите мы не по голосовой связи не играем у нас нет таких команд в чате то есть мы играем друг друга понимает так сказать без слов и это очень важный параметр когда вы играете вот но и здесь уже подходит лорд со своими зевсами добивает эти три ягуара опять же остаюсь с тем же чем и был раньше один завод зевсов но в целом здесь получилось нас пробить желтого игрока он правда сам до уничтожил себе здание ну и здесь красный игрок отправляет свою пачку и гх вам мы принимаем градами пытаюсь выстрелить но дальности не хватает больше напугали нашего оппонента двигаемся в атаку ну и здесь наверное все вдвоем мы точно сможем одного игрока пробить тем более у нас большая поддержка в виде артиллерии грады гречитов нету мы у наших оппонентов и зевса щит под с поддержкой градов пробить от двух игроков одному очень 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 сложно то что щит он дает реально очень хороший бонус своей технике ну и здесь лорд очень красиво накрывает отряд не гхм от красного игрока тот от команды в атаку или они просто сорвались уже ну скорее противник сдался он даже сам старался как-то защищаться то думаю что мне опыт не получилось потому что ну армия реально внушительные правда всего один щит но все равно такой был бой от меня толку было мало ну да самом деле если бы у меня ранг был бы как у лорда 22 23 я бы тоже смог агрессивно сыграть через зевса щит через вертекс и не пришлось бы наверно меня защищать постоянно и я думаю мы этих игроков пробили бы еще пороще напомню игроки из клана психи или бс g и они там даже если не сильный но как минимум прокачаны ну посмотрите сколько надо выстрел на электростанцию зевсами на центр снабжения то есть здание прокачано иначе точнее иначе пробить здание короче сложно даже торы не убивает вот такой сбой неплохой мне понравился оказывается конфиденция может все же играть даже против высоких рангов ну на самом деле на двадцать двадцать третьих рангах прям сильных 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 сопротивленцев сейчас не так уж и много единицы в основном тут все такие игроки которые пытаются играть через гигахам а те кто прям реально сильные они уже ушли на более высокие ранги там 24 25 26 на связь был данки спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и желаю всем удачи по старой схеме мы уже не будем разыгрывать промокоды по лучшим комментариям так как я понял что игроки создают кучу у себя google аккаунтов лайкают сами все комментарии но это в общем не то что хотелось бы продолжу думать как это лучше сделать но по прошлому видосу все же два комментария я им напишу в личные сообщения промокоды такие удела давайте всем удачи мюте Субтитры подогнал «Симон»